Меня зовут Екатерина Шукалова, я во многих ипостасях представляю себя. Сейчас я председатель ассоциации интернет-разработчиков. Есть такая некоммерческая организация, ассоциация вместе с МАМИ в прошлом, а на сегодняшний момент с Московским политехом, выступила инициатором создания этого стандарта. И мы уже в течение, наверное, где-то около 10 месяцев над ним работаем. Были уже первые обсуждения в Санкт-Петербурге, в университете Санкт-Петербургском государственном, были онлайновые обсуждения, первая версия прошла согласование с Минтрудом и Абкитом. И мы продолжаем дальше обсуждать этот вопрос. У нас Иван Никитин представляет компанию Ивана Никитина, партнеры супермаркетологов, аналитик, вообще один, мне кажется, из лучших интернет-маркетологов на территории Российской Федерации. Никита Зуев, генеральный директор агентства Hop&Top, тоже член ассоциации, очень активный участник обсуждения стандарта, расскажет нам о том, как в его компании происходит прием интернет-маркетологов, какие есть проблемы в этом направлении, и мы вместе обсудим, каким образом нам тестировать тех людей, которых мы принимаем на работу как со стороны агентства, так и со стороны клиента. Я вас прошу тоже всех представиться, пожалуйста. Мы потом всех людей, которые сейчас здесь присутствуют в зале, впишем в экспертов, которые принимали участие в разработке стандарта, но вы внесете свою лепту в улучшение рынка. Это, в общем-то, не мало, можно сказать, зараждающаяся профессия на нашем рынке. Вы будете... А, пожалуйста, вот я микрофон, да? Здравствуйте, меня зовут Лев Бабаян, я управляющий агентством юридического сопровождения «Прагматик». Мы специализируемся как раз на трудовом законодательстве, эта тема мне в том числе близка, и что такое просто даты я знаю. Ну, честно говоря, да, штатные единицы интернет-маркетолога или специалист по маркетингу, если как раньше это называлось, я еще пока не дорос, поэтому в рамках совмещения я хочу поручить это кому-то, ну, наверное, просто маркетологу, который, в принципе, уже назрел в недоходимости. Инна Собочарова, я доцент кафедры маркетинга экономического факультета Воронежского государственного университета, учу маркетологов. Вот очень хочу, чтобы мы интернет-маркетологов рассказали. Хорошо, потом поговорим об этом. Да, сейчас можно. Инесса, очень приятно, я выпускник экономического факультета ВГУ, вот, и у нас уже накоплено определенный путь о том, как учить маркетологов. Мы, собственно, работодатели, я вот, и коллеги очень четко знаем, какие, ну, как претензии, то есть какие требования мы предъявляем тем людям, которые должны к нам приходить. И, в частности, обсуждая стандарт интернет-маркетинга, мы думали, кого брать за основу. Мы берем технического специалиста, который разбирается в интернет-технологиях, или мы берем маркетолога, и на него нахлобучиваем, грубо говоря, технические вопросы. Я лично считаю, потом коллеги могут либо опровергнуть, либо добавить, считаю, что нужно брать маркетолога. И из маркетолога делать интернет-маркетолога, то есть нужен экономическая специализация, человек, разбирающийся в бизнесе. Потому что из технического специалиста, которого мы заточили в разработку, маркетолога сделать сложно, потому что он не понимает уже нужды бизнеса, он понимает нужды железа. Ну, коллеги могут как-то по-другому на это смотреть. И вы, пожалуйста, представьтесь. Игорь Яковлев, я работодатель, который сталкивается с проблемой отсутствия на Воронежском рынке. Это точно нормальных квалифицированных. Да даже собеседование не с кем по большому счету проводить. То есть даже откликов по те требования, которые указаны в вакансии, откликов практически нет. А те отклики, которые есть, это 90% SEOшники, которые почему-то думают, что SEO и матер-маркетинг – это почти одно и то же. Для работодателей, то есть для тех людей, которые пытаются нанять интернет-маркетолога, мы сейчас вот тоже представим некую схему. Вы можете уже использовать даже неутвержденный стандарт для того, чтобы тестировать людей. Это беда. Интернет-маркетологов не готовят нигде. И суть в том, что для того, чтобы подготовить интернет-маркетолога, вот на мой взгляд, в моей компании, нужно минимум три года. Потому что человек, который занимается интернет-маркетингом, он должен пройти все ипостаси, которые мы сейчас в стандарте, собственно говоря, и посмотрим. Давайте я сейчас покажу все, что у меня есть, и мы это обсудим. Мы проводили исследование по поводу необходимости разработки профессионального стандарта и смотрели на то, каким образом развивается, в принципе, реклама. Этот слайд, он подтверждает то, что интернет-реклама, интернет-продвижение развивается, и деньги, ну, как бы, рекламодатели вкладывают больше и больше относительно других каналов продвижения. Поэтому необходимость в профессии, она растет с каждым днем. Мы исследовали вакансии, которые есть на HeadHunter. Соответственно, вакансии, ну, требования рынка, вот именно этих самых интернет-маркетологов, достаточно высока. Но их как только не называют, это и контент-менеджер, и менеджер по рекламе, и веб-маркетолог, онлайн-маркетолог. То есть нет устоявшихся каких-то определений этого человека, который может волшебными пассами руками продвинуть сайт в топ, дать рекламу, работать социальными сетями и так далее. То есть по Москве, видите, более тысячи вакансий, которые попадают под это определение. Мы собирали эти определения в профессиональном стандарте, в своем документе. Вернее, к пояснительной записке это тоже имеет место быть. Мы хотим так сделать, чтобы стандарт помог работодателю понять, к какими требованиям он к кому может вообще выступать. То есть вот я хочу такого-то, такие-то требования, хочу всякого-то, другие требования. Что делали? Анализировали международный рынок, помимо того, что анализировали наш рынок труда. В международных стандартах есть аналогичные специальности, они называются немножко по-другому в разных странах. Это веб-маркетолог, онлайн-маркетолог. Но слово маркетолог присутствует практически везде. Кто у нас здесь, давайте пролистаем. Это где мы уже представляли стандарт. Потом, если захотите, можете посмотреть эту презентацию сами. Здесь кто участвует в разработке стандарта. Ну вот ваши имена тоже будут вписаны в этот список. Ура! И, наконец, вот эта инициативная группа, то есть фактически три человека, которые на сегодняшний момент разбираются с документами. Выписывают необходимые слова, читают, что-то предлагают. Хотя предложений поступает много от коллег и от рынка. Итак, что такое, теперь непосредственно о стандарте. Значит, цель профессиональной деятельности... То, что пропадает звук, ничего? Бывает. Бывает, ага. Значит, цель профессиональной деятельности тоже сейчас может быть изменена. Мы считаем, что цель профессиональной деятельности — это повышение посещаемости веб-сайтов и использование веб-сервисов среди целевой аудитории пользователей интернет. Ну то есть наша задача интернет-маркетолога — это увеличить посещаемость веб-сайта и увеличить эффективность этого веб-сайта. То есть... Пожалуйста, да, она очень длинная, да, не переживайте. Я сейчас остановлюсь на основных моментах, которые мне кажутся важны. То есть эти все нюансы я объясню, что разработка профессиональных стандартов — это очень такая веселая история, потому что у нас есть свое понимание рынка, а у Минтруда есть свое понимание документов. И нам нужно их поженить. Это достаточно интересная была работа. То есть мы сначала написали так, как мы это видим, а потом мы пытались все это всунуть в формат, который предлагает Минтруда. Поэтому там не всегда все очень гладко происходит. То есть вот сейчас именно идет работа в очищении всех этих формулировок и так далее. Значит, что самое... Ой. Значит, что самое главное... Так, не туда. Вот какая структура нам кажется более-менее понятной, более-менее рабочей для того, чтобы подготовить специалистов разного уровня. Мы говорим об агентстве. То есть так как есть два вида интернет-маркетологов, те, которые работают в агентстве, и те, которые работают на работодателе. Охватить сразу все типы работодателя достаточно тяжело, потому что одно дело, когда я интернет-маркетолог в малой компании и занимаюсь, вот как вы говорите, SEO-оптимизацией, в принципе, возможно, больше ничего не надо. Я пример, да? То есть, допустим, кому-то нужна только SEO-оптимизация, вот им нужен интернет-маркетолог со знаниями только SEO. Будь он интернет-маркетолог или просто SEO-специалист, непонятно. Есть крупная компания, у которой все направления интернет-маркетинга используются. А есть агентства, которые работают с разными клиентами разного уровня. Поэтому мы сделали следующее. Мы выделили четыре уровня квалификации. Почему четыре уровня квалификации? Потому что одно из требований Минтруда говорит нам, что мы должны сделать такой стандарт, который позволял принимать на работу выпускников школы. То есть вот мы берем выпускника из школы, там, из 11-го, 12-го, я даже не знаю, какого класса, 13-го, и сразу можем давать ему какие-то задания, он будет в состоянии их выполнять. И дальше этот человек начинает расти. Он идет в ВУЗ, он получает опыт практически. Соответственно, выделены вот эти четыре уровня. И вот этот уровень четвертый, младшие специалисты, которые имеют среднее образование, мы попытались такие трудовые функции назначить этим людям, чтобы уже выпускник школы мог в состоянии их выполнять. То есть четвертый уровень квалификации, они у нас называются младшие специалисты. Потом я расскажу, кто из них кто. Это будет, соответственно, младший специалист по поисковому продвижению, такой подмастерий SEO-шника. Это будет младший специалист по контекстно-медийной рекламе или контекстно-медийному продвижению помощник человека, который дает контекстную рекламу, контекстно-медийную рекламу. И, наконец, младший специалист — это СММщик. У нас сейчас много таких СММщиков, там, как в анекдоте. Знаете, да? То есть звонит клиент СММщику, говорит, почему поста нету в группе, почему поста нету? Подождите, подождите, я сейчас не могу говорить. А что такое? Да я на алгебре. Ну, то есть это вот как раз вот эти вот люди, младшие специалисты, которые уже, в принципе, могут делать какие-то действия, будучи выпускниками школы. Когда есть среднепрофессиональное образование, это, допустим, колледж плюс опыт работы от одного года. То есть мы берем человека, делаем из него младшего специалиста, он отрабатывает год, получает профессиональное образование и становится специалистом. Ну, у нас тут много споров есть в рынке по поводу того, можно ли брать после колледжа человека, если у него есть один год образования, мы сейчас с коллегами обсудим, потому что, на мой взгляд, этого мало. Но профессиональный стандарт этого требует, что я не могу сразу сказать, что, ребята, теперь вот вы специалист по поисковому продвижению или специалист по рекламе становитесь только тогда, когда вы отработаете там три года, те, которые я хочу как работодатель. То есть это некие требования стандарта. Если человек знает все вот эти вот у нас, ну, как бы направления интернет-маркетинга, SEO, контекстное медийное продвижение, продвижение в соцсетях и знает, ну, как бы баннерную рекламу, он, соответственно, становится интернет-маркетологом. Интернет-маркетолог – человек, который, собственно, мыслит стратегически. То есть он уже понимает нужды бизнеса, он знает, как работают те или иные инструменты интернет-маркетинга, он, собственно говоря, и основы маркетинга знает. Этого человека мы назвали интернет-маркетолог, он закончил бакалавриат, и у него есть опыт работы от двух лет. То есть, ну, вот он проработал фактически в каждом из этих направлений какое-то время. И после того, как он отработал более трех лет и уже выпустился или магистр, или пять лет в высшем учебном заведении, проучился, он может стать ведущим интернет-маркетологом. Ведущий интернет-маркетолог – это человек, который имеет управленческие навыки. То есть, если, грубо говоря, это вот у нас до интернет-маркетолога, это человек с хард-навыками, ну, то есть он знает знания, у него есть знания, какие-то определенные умения. Именно в продвижении в интернете, в маркетинге, то ведущий интернет-маркетолог – это руководитель. То есть он уже имеет управленческие навыки, он уже может работать с командой, он уже может мотивировать, организовывать вот эту вот всю копну народа на то, чтобы они преследовали определенные цели, которые ставятся перед бизнесом. Есть ли тут какие-то вопросы вот по этому? Можно? Да я думаю, здесь громко, либо не будет записи. Назад, где цель была прописана. Вот, да, цель про деятельность, да? Вот то, что вы сейчас сказали, вы все правильно по увеличению посещаемости веб-сайтов и веб-сервисов. Вот, интернет-маркетолог, я думаю, что коллега из ВГУ, маркетинг, вы сейчас, по большому счету, это реклама. То есть привлечь на сайт, а что там дальше будет происходить? Вот мне такой специалист не нужен, мне привлечь на сайт, ну, это уже делов таких. А вот что потом на сайте он делает, юзабилити, конверсия и так далее. Вот без этого, и у вас, кстати, вот младше специалисты, у вас там ничего не было. Ни про юзабилити, ни про конверсию, именно пришел и, ну, не купил, то какие-то действия производил. Мы не будем сейчас брать коммерческую, да, составляющую. А какие-то действия, то есть любой сайт, он для чего-то нужен. Информационный, там, чтобы посмотрели ВКонтакте, может быть, там, какой-то и так далее. И поэтому, если у вас изначально заточено под посещаемостью, ну, это вообще-то вот. Давайте мы сейчас делаем так, я согласна, тут надо это просто дописать. Я, на самом деле, интернет-маркетолог, который вот сейчас мы посмотрим по трудовым функциям, он в том числе работает и с сайтом. Это вот здесь вот, вот эту формулировку надо, ой. Да, вот эту формулировку надо поменять, поэтому, пожалуйста, вот у вас там специально есть анкета, нам у нас, чем больше будет замечаний к нам, тем лучше, да. Я сейчас ее найду. Дайте мне крепежа, пожалуйста. Потому что мы тоже над этой формулировкой там пытались сделать, у меня есть другие формулировки, то есть супер, мы поменяем, скажем, что вот на самом деле нужно так, потому что у нас там были уже много копий на этот счет сломан. Спасибо, принято. Так, так, так вот дальше идем. Значит, теперь, какие есть, есть такое понятие, как обобщенная трудовая функция у каждого специалиста, то есть это та основная деятельность, ради которой мы его вообще берем к себе в компанию. И в самом профессиональном стандарте, я не уверена, что мы до конца досмотрим эту презентацию, я пробегусь по основным трудовым функциям, кому будет интересно, я потом вышлю весь полный стандарт. То есть задача состоит в чем? В написании стандарта. Что каждому специалисту нужно внять в обязанности определенную обобщенную трудовую функцию. В рамках этой обобщенной трудовой функции у него есть как бы просто трудовые функции. То есть несколько тех действий, которые он будет производить непосредственно на работе. И каждой трудовой функции прикрепляются определенные знания, умения. И мы пошли немножко дальше, мы пытаемся писать в пояснительной записке каждому трудовому действию некий показатель эффективности, вот о чем вы говорите. То есть как я буду мерить, допустим, работу младшего специалиста по поисковому продвижению, вот он делает подготовительные работы. То есть он некие действия делает, он пока вообще ничего не делает, он готовит, потому что он младший. Но мы должны понять, какими показателями эффективности мы будем его мерить. Труд еще тот, то есть мы пытаемся вот это все стандартизировать и сказать, что вот этот конкретно у нас поисковый оптимизатор, вернее ассистент поискового оптимизатора, он так хорошо делает свою работу, потому что у него есть определенный KPI, которым мы его измеряем. Но это, поверьте, очень непростая задача, поэтому пока просто объясню. Значит, ребята, младшие специалисты или ассистенты, мы их выделяем только в SEO, в контекстной медийной рекламе и в социальных сетях. Они производят некие подготовительные работы. Ну вот пример подготовительных работ ассистента поискового оптимизатора. Он составляет список ключевых слов, делает некие работы на сайте, другими словами, работает в качестве контент-менеджера и размещает ссылки, на самом деле, внешне на сайт. Здесь еще очень интересная история заключается в том, что мы в профессиональном стандарте не можем использовать такие слова, как SEO, не можем использовать такие слова, как внешние ссылки, мы не можем использовать внутренние, там, внешние факторы и поисковой оптимизации, мы не можем использовать слова Яндекс и Гугл. Потому что, смотрите что, если мы будем сейчас использовать, то это мы ориентируемся на сегодняшний момент, то есть на реальное время, через полгода поисковая машина может поменять алгоритм, и все меняется. Более того, на первом обсуждении стандарта было сказано, что вообще сейчас у нас есть Яндекс и Гугл, а потом может появиться какой-то, не знаю, Пупунгл. И это Пупунгл. Пупунгл новый придет, и у Пупунгла, у новой поисковой машины, будет новый какой-то алгоритм, и этот профессиональный стандарт для Пупунгла тоже должен работать. То есть мы должны понимать, что при появлении новой поисковой машины или новых каких-то технологий, нам не придется переписывать стандарт. Поэтому мы тут крутимся, как белка в колесе, для того, чтобы более-менее общими словами объяснить какие-то вещи, которые используются в рынке. Ну, подготовительные работы для контекстно-медийного продвижения, все это можно посмотреть, я не буду на этом останавливаться. Ребята, младшие специалисты, они проводят только какие-то подготовительные работы, а не подмастерья. Теперь специалисты. То есть если вы в своей компании строите диджитал-отдел, то у вас должен быть... Ой-ой-ой, да что же я никак не привыкну так. Должен быть специалист по поисковой оптимизации, менеджер по ведению контекстной медийной рекламы, рекламе, менеджер по работе с медийной рекламой, и менеджер по работе с социальными медиа. Я хочу сразу тут оговориться. Возникают вопросы. Что делать с людьми, которые, например, занимаются e-mail маркетингом, людьми, которые занимаются мобильными приложениями? Мы уже получали такие вопросы. Ответ следующий. Этот стандарт будет меняться. Мы сейчас, если начнем, собственно говоря, дробить вот на такие мелкие подразделы, мы очень долго будем его утверждать. Мы, соответственно, не двинемся дальше, и поэтому решили, что e-mail маркетинг и мобильные приложения мы пока оставим. Мы утвердим сначала один профессиональный стандарт, потом его либо расширим, либо разработаем стандарт для специалистов по мобильным приложениям. Это особенно важно, потому что это набирает обороты. Но пока оно не так сильно набрало обороты, на наш взгляд, как специалисты именно по интернет-маркетингу. Соответственно, ребята-специалисты у нас занимаются реализацией непосредственно стратегии продвижения. стратегии, вот, собственно, привлечения людей на наш сайт для того, чтобы дальше конвертировать уже в то, что необходимо бизнесу. Очень много всего написано, что они должны уметь. То есть вот эта вот обобщенная трудовая функция, например, реализация стратегии поискового продвижения уже предполагает и проведение, секундочку, и проведение аудита сайта, и аналитические работы, разработка стратегии поискового продвижения и так далее. То есть этот человек уже ориентируется в том, что он делает, и, в принципе, ориентируется на конверсию сайта. Он уже понимает, что это такое, он уже понимает свои цели, цели для разработки, ну, как бы, для работы самого бизнеса. И вот, наконец, интернет-маркетолог, это тот человек, здесь вот это не ведущий специалист, он у нас будет, это просто, черт, это просто интернет-маркетолог, который уже проводит исследования в интернете, он разрабатывает стратегию продвижения в Купе, то есть и SEO, и SMM, и рекламу в интернете в состоянии давать, и управляет реализацией этой самой стратегии для бизнеса. Вот этот человек как раз и отвечает за то, чтобы наша стратегия, как было совершенно правильно сказано, она была полезна для бизнеса. То есть он анализирует не только то, какой трафик идет на сайт, не только то, как он конвертируется в клиента. Этот человек еще должен в состоянии иметь, как сказать, должен в состоянии быть, простроить бизнес-процессы, то есть давать определенные рекомендации бизнесу насчет того, как пользоваться всеми этими благами интернет-маркетинга и улучшать свои процессы в компании для того, чтобы все, что сделал интернет-маркетинг, не сливалось. Потому что мы очень часто сталкиваемся с тем, что интернет-маркетинг отработал, людей нагнали на сайт, людей даже конвертировали в клиентов, а потом сервисная служба клиента слила всех этих новополучных людей, потому что у них люди не могут разговаривать с людьми, бизнес-процессы не построены и так далее. У товарища интернет-маркетолога много всяких функций, он, так, я опять не туда жму, он, как вы видите, и исследует конкурентов, и исследует пользователь, и исследует спрос, то есть он не просто так гонит трафик на сайт, он более-менее широкими действиями занимается. Я это пропускаю, мы не будем, это все очень нудно. И, наконец, ведущий интернет-маркетолог. С ведущим интернет-маркетологом, то есть вот этим мегамозгом, у нас достаточно много замечаний было получено. Мы сейчас в процессе исправления, в процессе улучшения состояния. То есть мы сначала написали, что это стратегическое планирование рекламных кампаний в интернете, и вообще стратегическое планирование присутствия бизнеса в интернете. Но мы сейчас хотим ему еще внять в обязанности вот такие вещи. То есть чтобы он, вот о чем вы говорили, занимался брендингом, занимался KPI, занимался финансовым планированием, финансовым менеджментом. То есть этот человек тот, который понимает бизнес от и до. то есть он не только ведет переговор с заказчиком, не только составляет стратегию и представляет эту стратегию, и отчитывается перед ним. Упс. Он... Все, наверное, да? Да. Все. Вот. Он еще и занимается бюджетированием, то есть он становится таким мегаспециалистом. Здесь мы можем со стороны общественности, Минтруда или других организаций, которые занимаются утверждением профстандарта и, возможно, со стороны учебных заведений, сказать, что-то какой-то очень он мега крутой. То есть вот здесь вот хотелось бы обсудить ваше мнение насчет того, все ли понятно, и что мы будем делать с ведущим интернет-маркетологом, то есть тем человеком, который не просто разрабатывает и реализует стратегию, понимает, как работает SEO, понимает, как работает SMM, или как давать рекламу в интернете, но и делает нечто большее. Вот. Это наш стандарт. Он занимает там 50 листов со знаниями и умениями. Я могу там, если есть какие-то вопросы, что-то зачитывать, что должен уметь тот или иной человек. Понятно ли вот эта вот схема? Я все-таки думаю, что я не до конца донес. Давайте лучше даем у вас вопрос. Зачем нужен интернет-маркетолог? Тогда в вашем понимании, можно так делать, зачем нужен конечная цель его? О, это... А зачем нужен маркетолог вообще? Я как еврей, знаете, извиняюсь. Это очень хороший такой спор, потому что, смотрите, чтобы... Я как работодатель, у меня споров нет. Я как работодатель, с другими работодателями во все, так скажем. Маркетолог для того, чтобы потратить бюджет, рекламу и так далее, неинтересно, если это не принесет какой-то задачи. И давайте тогда про интернет-маркетолога. В моем понимании, возможно, они не могут гласнуть. Интернет-маркетолог должен... Его конечная цель, это чтобы как можно больше пользователей на сайте делали определенные действия. Вот если эта цель достигается, интернет-маркетолог молодец. Если же не достигается, а тут, соответственно, надо много привлечь. И чтобы эти много привлеченные могли делать те действия, которые нужны. Что-то прочитать, что-то кликнуть, что-то заказать, что-то изучить. Ну, в соответствии с этим направлением. То есть конечная цель, действия какие-то на сайте в итоге. В чем действия будет? Сейчас. Я сейчас скажу пару слов, потом Иван тоже скажет пару слов. Спор по поводу маркетинга в целом это бесконечная история. Вот всегда есть спор, нужен ли вообще маркетинг в целом компании, если мы ориентируем маркетинг на увеличение продаж. Здесь, вот я веду много семинаров, у меня тоже много клиентов. Я сама работодатель, я сама бизнесмен, предприниматель, у меня свои владелец бизнеса, и я все точно так же, как и вы мыслю. И вот здесь вот вопрос. У нас есть 100 рублей. Мы можем вложить их в маркетинг, а можем нанять менеджера по продажам. И вот здесь возникает вопрос. То есть иногда бывает проще вложить 100 рублей в менеджера по продажам и вообще в отдел продаж, чтобы они просто агрессивно продавали. Но при этом маркетинг – это нечто другое. Это позиционирование, это исследование, это исследование отношения к нашему продукту людей. И когда я говорю про интернет-маркетинг, вот в целом, с высоты птичьего полета, это некий подход, это исследование потребителя, исследование его мышления, исследование его эмоций, исследование то, как он выбирает продукт, и некое позиционирование в его голове нашего продукта. Для кого? Для потребителей. Для потребителей. Для потребителей. Совершенно верно, да. Вы сейчас говорите про то, что все правильно нужно изучить, а потом для чего это изучили? Кто потом этим пользоваться будет? Хорошо, ладно. Это факт номер один. Это факт номер один, такой как бы связанный с тем, что делает маркетинг. Это вопросу, нужен маркетинг нам или нет, или нам достаточно делать продаж. Маркетинг нужен, без маркетинга нельзя. Интернет-маркетолог, он не только заставляет людей делать целевое действие на сайте, здесь его работа не заканчивается. То есть заставить человека нажать на определенную кнопку, поверьте, несложно. Но он должен дальше проработать с этим человеком так, чтобы у вас этот клиент остался. Он должен заниматься дальнейшим поддержанием, то есть превращением его из просто человека кликнувшего на кнопку купить, постоянного клиента. Вот интернет-маркетолог в том числе в этом и участвует. В рамках маркетинга компании в целом. Маркетолог входит в маркетинг? Да, конечно. Не отдельно. Он входит в маркетинг. И теперь Иван. Я хотел добавить, потому что даже больше вопрос задать. Мы почему-то крутимся вокруг достаточно стандартной схемы. Что такое интернет-маркетинг? SEO, SEO, реклама, контекст и так далее. Вот вы говорите, да, там человек должен что-то на сайте сделать. Вот я хотел привести реальный пример из нашей практики. У меня есть хороший знакомый, который, он достаточно известный, это Роман Гершули, владелец ресторана в стейкс на токанке. Открывает кафе еще одно. Где-то в Алтурфе, ну, не важно, на высылках, короче говоря. Звонит и говорит. Слушай, можно сделать так, чтобы если человек набирает адрес сайта, он перешел не на сайт, а на страницу фейсбука. Я говорю, можно, а зачем? Вот у меня, говорит, есть идея. Я хочу сделать так, чтобы у меня нет сайта, мне для кафе он не нужен. Это будет просто страничка фейсбука. Да? И они будут туда переходить, и будут работать, там делают какие-то заказы, чекиниться, за это какие-то скидосы, и так далее, и так далее. Сделайте нам, пожалуйста. Ну, мы разовую работу эту сделали. Чисто технически. То есть мы не занимаемся его маркетингом. Вот здесь два вопроса, да? Это интернет-маркетинг? Гоним и соцсетей. Нет, нет, вообще вот сама схема, смотрите, да? Кафе, сайта нет, есть страничка на фейсбуке. Вокруг этого строится некий процесс. Это интернет-маркетинг? Да. У него нет сайта. У него нет понятия... Формулировку из меню. Не сайт переправить, просто формулировку, может, не сайт, а площадку любую в интернете. То есть какие-то действия на площадке интернета. Действия – это и что-то прочитать. Вот, вот, вот. Я ни в коем случае не хотел вам апеллировать, я просто хотел показать, что наши формулировки, они как-то, возможно, немножко тесноваты для этой темы, да? И поэтому, вот, на примере кафе Валтуфьева, да, мы можем увидеть, что на самом деле маркетинг даже больше, чем просто какой-то набор. И там разные схемы, возможно, разные какие-то каналы. Я, например, был бы более, наверное, было бы более правильно говорить, все-таки там не просто какой-то набор функционала, а прицать от печки, прицать от каналов, маркетинговых каналов. Ну, собственно, вот это вот. Ну, я здесь формулировка, да, формулировка цель, вот это то, что у нас сейчас закрутилось обсуждение, я что-то упустила ее, я ее формулировала по-другому. То есть это изменили, какая я была в отпуске, изменили формулировку, я это упустила. Я потом вам свою формулировку покажу, и я скажу, что меняйте обратно, потому что там было совсем по-другому написано, там не было ничего связано с повышением, но было связано с повышением трафика на сайт, но там было по-другому. То есть здесь давайте сейчас, я принято, услышано, что мы с вами начали, ну, классно завязалась дискуссия, потому что формулировка не та, которая нужна. То есть в другом варианте будет по-другому. Я потом отчитаю, как это изменилось. В формулировке дела, не в формулировке дела как таковой, а ваше видение. Смотрите, видение, хорошо. С трудом это согласуют. И мне кажется, оно, либо я еще не до конца вник, оно немного, особенно, оно останавливается на незавершенном этапе. Кто дальше-то будет, что делать? Что дальше? Давайте разберем. Смотрите, давайте прямо поконкретно. У нас есть сайт, берем классику жанра. У вас есть сайт, у вас есть компания, у вас есть сайт. У вас есть представительство в социальных сетях, обязательно должно быть. И, пожалуй, хватит, достаточно. Значит, да, соответственно, что вы должны сделать? Вы должны монетизировать контакты, в общем-то, посетители интернета в клиенты. То есть, как мы это с вами делаем? Первое, мы увеличиваем трафик на сайт целевых, ну, то есть, увеличиваем трафик на сайт целевых, потенциальных клиентов. И дальше этих клиентов, в смысле, посетителей вашего сайта, определенным образом пытаемся конвертировать в клиентов. Это то, что должен сделать интернет-маркетолог. Это интернет-маркетолог, который разбирается в юзабилити, который понимает, что такое сайт. Вот эти вот все люди, они не могут работать, если они не понимают, как делается сайт, и как, собственно говоря, технологии разработки сайтов производят. Внутри у них это есть в знаниях, в умениях. У кого? У всех. То есть, в знаниях, в знаниях, если вы сейчас откроете стандарт, полный, это 50 этих листов, нудных, вот в этом прокрустово-ложи, где мы находимся, у них у всех есть основы юзабилити, основы сайта строительства, они не могут это не знать. То есть, ну, кроме младшего специалиста. Младший специалист этого не знает. Интернет-маркетолог, вот этот основной, ради которого мы все это начали, сеошник, не может работать, не знаю юзабилити. Специалист по контекстной медийной рекламе не может работать, не знаю. что когда такой специалист в итоге не придет на работу, он ей скажет, извините, пожалуйста, я привел вам, да, много, если вы, все, ну, а что они дальше не покупают, это не ко мне, вы другого специалиста. Смотрите, смотрите, секундочку, вот смотрите, секундочку, смотрите, здесь есть такой момент. Значит, что должен сделать интернет-маркетолог? Давайте возьмем, я не знаю, к кому привязаться, я не буду к сеошнику привязываться, вот те ребята, которые делают контекстно-медийную рекламу. Значит, специалист по контекстной медийной рекламе должен обеспечить вам на сайт трафик целевых клиентов, и эти целевые клиенты должны сделать целевое действие у вас на сайте. Давайте у вас будет, у вас бизнес какой? Запчасти. Запчасти. То есть вы запчасти не продаете, к вам должны прийти в оффлайновую точку люди. То есть человек должен либо позвонить, либо посмотреть страницу контакты, либо обратиться к онлайн-консультанту, либо заполнить форму обратной связи. Так вот, когда форма обратной связи пришла к вам бизнес, то есть пришла на ресепшн, или пришла на аккаунт-менеджера, или пришла на секретаршу, или пришла на вас, вот здесь вот интернет-маркетолог прекращает свою работу, потому что дальше начинает работать ваши бизнес-процессы, ваши компании. И это принципиальная позиция. Вот сейчас я встала на принципиальную позицию, я, конечно, очень... Так я согласен. Да, все. То есть вам интернет-маркетолог приводит целевой трафик, и этот целевой трафик должен отработать на вашем сайте до целевого действия, то есть до конверсии. Вторая часть, просто я не слышал. Оно есть, есть, да, извините, да, то есть может быть я здесь что-то не донесла. Вот эти все ребята понимают юзабилити, они знают, что такое конверсия, и мы настаиваем на том, что даже вот эти вот младшие специалисты, вот я сейчас преподаю в этом московском политехе разработчикам, то есть мы готовим разработчиков. У меня первый курс, мы занимаемся предпроектным проектированием сайта, то есть они еще ничего не понимают. На первом занятии я им рассказываю о целях бизнеса. То есть мы начинаем говорить о том, что, ребята, вы сюда пришли быть программистами, но вы должны знать, что вы работаете на бизнес, вы не просто пишете код, вы должны осознавать, что вы работаете на конверсию сайта. У вас должен быть такой распрекрасный код, и вы должны его точно осознавать, зачем вы вообще вот этот кусок кода написали. Только для конверсии сайта, только для бизнеса. Но если говорить про бизнес, я там, конечно, у меня истории про некоммерческие, там темы там и так далее. То есть там в знаниях, умениях есть конверсия, юзабилити, веб-технологии по разработке сайта. Обязательно. Иначе это смысла не имеет. Ответил на вопрос. То есть брать, если что, сразу брать на уровне. Ух ты, да. Лучше 80-го левела сразу брать. Значит, проблема в следующем. Проблема заключается вот в чем. Я сейчас здесь, ну, как бы, это свою боль, потом коллеги свою боль расскажут. Значит, для того, чтобы мне в агентстве подготовить интернет-маркетолога, ну, вот я, в принципе, интернет-маркетолог, то есть, да, вот у меня экономическое образование, я прошла все. То есть я знаю, как делать сайты, я знаю, как делать SEO, как делать контекст, как продвигаться в социальных сетях, и все это я попробовала на себе. Когда я готовлю кадры в своей компании, я понимаю, чтобы мне сделать интернет-маркетолога, мне нужно три года на самом деле. Потому что для того, чтобы SEO, специалист, начал понимать, что происходит, ну, тоже там сейчас вот Иван, там Никита скажет, мне нужно минимум месяцев пять для того, чтобы SEOшник начал вообще куда-то, вообще въезжать, вообще, что происходит. То же самое с менеджером по контекстной рекламе. Вот мы берем менеджера по контекстной рекламе. Вопрос, через сколько месяцев он начнет делать нормальные рекламные компании? Ваша компания или в целом у него опыт? Опыт. Опыт. Можно готовый взять. Но там... Продукт зависит. Да. Нет. Нет. Ничего не зависит от продукта. Вы, наверное, про то, опыта нет. И если приходят в вашу компанию, в любую компанию, в ему нужно столько времени. Да, совершенно верно. То есть я беру, я беру, ну, какую я беру заготовку, то есть что мы делаем? Мы им даем определенные знания, потому что знания нигде не дают. Я знаю, куда им пойти. Ну, то есть там по Москве я знаю, что нужно, какие вебинары пройти, где там бесплатно поучиться, сама, если что, научу. И дальше получается, что он должен реально отработать определенное количество времени. Ну, по SEO понятно, по контексту, по контексту он должен открутить не менее 500 тысяч, пока он вообще поймет, как это работает. То есть он может эти, конечно, 500 тысяч за раз спустить, но это не совсем вариант. Да. То есть он должен, как и, собственно говоря, сертификация Яндекса, например, того же самого в Яндекс.Директе, там тоже нужно отработать определенное количество денег, определенное количество времени для того, чтобы получить сертификат. То есть это не просто так. Вот давайте считать. То есть мы берем заготовку, маркетолога берем из ВГУ. То есть опять полупродукт будет из ВУЗа выходить? Из ВУЗа будет точно полупродукт выходить. К сожалению, это так. То есть если вы берете из ВУЗа, знаете, когда выйдет не полупродукт, если он со второго курса начал работать. То есть вот мы сейчас обсуждали там в кафе, что нам делать, потому что у нас не только проблемы с маркетингом, у нас и с разработчиками проблема. И мы, например, понимаем, что нам нужно брать, допустим, третий, четвертый курс, сажать их в песочницу, чтобы они постоянно делали проекты. То есть если я сейчас беру второкурсника, у меня там в МАМИ есть такие, ну такие, сообразительные ребята. То есть я беру, делаю из них младшего специалиста по SEO, он у меня через полгода становится, как бы, понимаете, в SEO. Потом еще полгода, он у меня в контексте, еще полгода в соцсетях, но соцсетями меньше, потому что они знают, как это работает, да. Ну и медийку там ему за три месяца накручу. То есть в принципе заготовку из вуза, допустим, со второго-третьего курса более-менее сообразительного парня или девушку, ну за пару лет я выточу то, что мне нужно. Как делает Mail Group? Они тоже берут студентов и точат под себя в течение трех лет. То есть вам нужен интернет-маркетолог, который прошел все круги ада, вот этого, и чтобы он, как сказать, владел инструментарием. Тогда получится то, что нужно. Этих людей, их нет. То есть их как бы не существует в природе. Поэтому все равно они нарождаются, слава богу, они начали нарождаться, они появляются, потому что сейчас прошла волна по рынку, из агентств начали увольнять. Ну то есть мы схлопнулись немножко, рынок немножко схлопнулся, вот это 2015-2016 год, ну начался отток. То так у нас был еще, знаете, какой момент? У нас была диктатура пролетариата всегда. То есть рынок испытывает голод, интернет-маркетологов нету, они нужны. И вот у меня, например, в 2015 году у меня поднялось пять человек, у меня была революция. Они поднялись и ушли. Потому что они знали, что они зайдут за угол, пойдут к клиенту, и клиентам будет платить в два раза больше. При этом они как бы не особо там были звездами. Ну просто так получилось, бывает. Вот, поэтому условия диктатуры пролетариата, достаточно высоких заработных плат и отсутствия специалистов приводят к тому, что, а, у нас интернет-маркетинг как бы так помягче, не совсем качественно на рынке осуществляется, и учебное заведение не очень быстро разворачивается вот в сторону подготовки специалистов. Ну это потому, что, наверное, это машина, это некая инерция и так далее. Тяжело это внедрить. Ну я там пытаюсь это сделать достаточно давно. Ну, в общем, такая вот история. Если кто-нибудь хочет добавить что-нибудь к этому или вопрос задать. В чем, что можно посоветовать работодателю, на мой взгляд? Сейчас, слава богу, стали появляться учебные заведения. Они работают как очно, так и заочно, которые, собственно, специалистов этих готовят. Мы через какое-то время подготовим тесты. То есть первый тест я уже сделала. То есть я могу вам дать ссылку. Это такой тест. Но он для руководителя. Я хитрая. Я хочу, чтобы руководитель понял, что он должен контролировать и знать в вопросах интернет-маркетинга, чтобы нанимать людей. Ну, то есть вы не можете, как бы, вернее, ситуация сегодня такая, что руководитель должен понимать, что это за птичий язык вообще, да? Ну, спасение утопающих, а? Ну, смотрите. Персональчик может поставить удачу, кого найти. То есть в зависимости, конечно, от объема компании, да? То есть от объема всего. То есть если руководитель, давайте так. Если руководитель компании принимает участие в интернет-маркетинге, если не принимает, тогда и ладно. Вот тот, кто принимает участие в интернет-маркетинговом продвижении, то есть тот, кто, собственно говоря, выдает задания там департаменту маркетинга коммерчески, прекрасно. Вот он должен понимать те слова, которые говорит ему интернет-маркетолог, продвиженец или разработчик. К сожалению. Потому что у нас на рынке достаточно большое количество некачественных работ, некачественных исполнителей, которые, грубо говоря, не совсем хорошо работают с клиентом. Почему вот возникла еще необходимость такого профессионального стандарта? Почему возникла необходимость создания ассоциаций интернет-разработчиков? Потому что мы пытаемся отстроиться и каким-то образом показать рынку, что какая работа качественная, а какая нет. Ну там то же самое SEO, прекрасные есть варианты, та же самая контекстная реклама, сливание бюджетов. То есть мы хотим дать понять, вот это качественная работа, это некачественная работа. И бедные несчастные работодатели тоже вынуждены вместе с нами разбираться во всех нюансах интернет-маркетинга. То есть вот я сделала тест из 15 вопросов, сейчас еще кручу туда штук 5, то есть будет 20 вопросов для руководителя. Скажем так, малая и средняя компания, либо коммерческого директора, директора по маркетингу крупной компании. Друзья, вы должны понимать, что там за слова. Что такое там конверсия, что такое там CPA, CTR и так далее. Можно еще вопрос? Но я так понимаю, по-хорошему для бизнеса нужно действительно брать интернет-маркетингу, что в том уровне и будет, потому что для агентства. Совершенно верно. Но только понимаете, в чем дело. Вот проблема сегодняшнего состояния рынка в том, что вы их не найдете. Ну я очень, я извиняюсь, может быть категорично, да, но то есть сейчас вот если вы начинаете вешать, то там тысяча вакансий. А дальше начинается, вот тут мы обсуждали, как приходят, вот там Никита рассказывал, да, про девушку, которая пришла. А еще я знакома с Сио. Ну то есть этих людей нету. Если вы сейчас берете человека, который вот этого 80-го уровня левела, да, он будет требовать зарплату, мам, не горюй. Если он будет отрабатывать эту зарплату, а я так понимаю, когда он будет на этом отрабатывать? Сразу боль, боль возникла, да? А как вы будете мерить, он отрабатывает зарплату или нету? Выручку. Хорошо, если вы продаете пирожки или айфоны, а если вы продаете, что мы сегодня обсуждали, эти, нефтяные краны. Или то, что там, что сработает через полгода, у которых нет прямых продаж, у которых циркул продаж длинный. Вот у нас есть клиент, ну там, может, по аналитике был, значит, они продают оптом критические кабели, кабель РФ. Я понял. Да, у них цикл от момента первого входа до момента заключения контракта и выручки, ну, от четырех до шести месяцев. И вот, а как его проконтролировать эти полгода? Работает маркетолог или нет? Нет, ну можно же какие-то там венегаря поставить и по ним мерить. Ну, на самом деле, смысл такой, что я, мы очень часто работаем с заказчиком, с клиентом, и у нас много самого разношерстного бизнеса есть. И я категорически пришел, ну, как бы для себя пришел к выводу, что категорически неправильно ставить KPI маркетингу, как увеличение выручки на коротких интервалах времени. Это можно при планировании, годовом планировании можно ставить, но при меньшем это бесполезно. Это практически бесполезно. Мы можем затеять игру на полгода вперед, увеличение брендинга компании. У вас полгода будут расходы, причем хорошие расходы, большие расходы. А отдача появится, может, через год. И маркетинг вам говорит, да, нам требуется там миллион на это, да, миллион на вот эту компанию. Зато мы увеличим там охваты, узнаваемость товарной марки, там, бренда и прочее. Вы скажете, нет. Правильно? Потому что выручки-то нету. Здесь есть еще проблемы с завязыванием показателей интернет-маркетолога. Пусть он там хоть 150 уровня на общую выручку компании. Потому что он очень многое зависит от того, что произошло потом. Вот то, что я говорил, такие истории рассказывала, да. Смотрите, вот сейчас, если мы возьмем крупные ресурсы, у которых большая посещаемость, возьмем интернет-магазин, с ними проще всего объяснять. Все крупные интернет-магазины в один голос заявляют, у нас работают так называемые ассоциативные конверсии. В ассоциативных конверсиях срабатывает комплекс мероприятий. То есть если мы с вами сейчас откроем интернет-магазин в Воронеже и вольем туда кучу денег, все про него будут знать, при этом я поставлю билборды, я буду крутить на радио рекламу, то будут контакты сначала билборд, потом реклама на радио, а потом сайт. Мы будем считать, что сработал интернет-маркетолог. Нет, сработал билборд. Потому что это было первое касание, которое привело, собственно говоря, к узнаванию данного магазина. Здесь очень сложно отделить одно от другого. Нет, но мы же можем, например, при действующем сайте посчитать, когда появился билборд, насколько выросла посещаемость в этом году в промежутке времени. Не может. Я вам могу сейчас принести 20 практических случаев, когда вы не будете слушать. Ну, то есть здесь аккуратнее. То есть мы стараемся, мы стараемся каким-то образом, потому что мне тоже это важно, там, допустим, для клиента у вас совершенно типичный клиентский вопрос. То есть вот я агент. Я не знаю, как происходит. Да, сейчас, сейчас я, да. То есть абсолютно так классический вариант. Мы пытаемся отследить, допустим, посещением целевой посещаемости сайта, увеличением, повышением конверсии. Вот интернет-маркетолог может увеличить конверсию в целевое действие. Это вот его действие, это его KPI. Но это KPI, возможно, не связанное с конкретной выручкой или прибыльностью предприятия, потому что он хорошо отработал, а сервисная служба слила. То есть вот такие вот моменты. То есть осторожнее ввязать интернет-маркетолога на KPI денежные, если у нас оффлайновый и онлайн в бизнесе тяжело. Если честно, я как раз вот написал, чтобы переформулировать вот эту цель на достижение заданных целей путем увеличения или так далее. Да, это принято. Это принято, это, наверное, косяк. Я думаю, знаете, как, если мы вернемся к нашей теме, да, тема у нас была такая. У нас есть маркетолог, как мерить его эффективность, правильно? Интернет-маркетолог. То, как бы, вот, Катя, в данном случае я стараюсь оппонировать вам тем, что это нельзя, не всегда можно завязывать на финансовые показатели эффективности, правильно? Вот я хочу привести две упрощенные кротесковые аналогии, которые, на мой взгляд, подтвердят мою точку зрения. Первая, как бы, аналогия. Вот у нас есть системный администратор и, ну, скажем так, сотрудники, они те ищите, которые обслуживают парк амбитерной техники. Ты же, штургамисты. Вот они, как оценить их работу? По увеличениям прибыли? Да нет, отсутствием поломок. Отсутствием поломок, отсутствием простое, все правильно. Вторая аналогия. Хотите, я вам сейчас подскажу способ мгновенного увеличения прибыли в один день? Да? Уволите своих сотрудников. Всех. У вас при этом какое-то количество времени... Всем-то нельзя немножко оставить? Вообще всех. Смысл довольно простой. У вас резко проседает фонд заработной платы, но какое-то время у вас будет сохраняться валовая выручка. Не, у меня короткий цикл, но я понял. Да. Способ работает? Кто не работает, может бросить у меня камень. Но завтра этот способ приведет к чему? К тому, что все будет не просто плохо, а катастрофически плохо. Вам придется все начинать сначала. Вот здесь принцип достаточно простой. Я думаю, что маркетологи – это не продажники, которые работают на непосредственную продажу. Это те, кто в общей упряжке тащат весь бизнес вперед. А какая стратегия развития? Рассчитана ли она на месяц? Или рассчитана она на пять лет? Ну, это уже дальше. А вот как эффективность работы коммерческой директора? Вот то же самое. Как у нас? Да, вот как вы делаете. А, ну, у нас, если что-то пошло, нет коммерческого директора в нашей компании. Но я думаю, что здесь то же самое. Это управленческие вещи, которые направлены… У нас компания всего 35 человек, но у нас нет коммерческого директора. Я не настолько богатый, чтобы платить что-то с собой и не есть. У меня дядя есть коммерческий. У меня дядя есть коммерческий. И это человек, который освободил меня вообще от нужных экономических процессов. Я занимаюсь работой там. Как не называли коммерческие… Ну, это, кстати, хорошее. Я запомнил это. Нет, серьезно. На самом деле у меня это серьезная проблема. И вполне возможно, что мы к этому рано или поздно придем. Но сейчас у нас нет коммерческого директора. Ну, вот. Но в данном случае, я думаю, что это какие-то управленческие дела. То есть у нас нет эффективности. То есть, ну, грубо говоря, хорошо, скажем так. Вот у нас есть начальники департаментов. Те, которые, ну, фактически, ну, как бы замы. Которые люди, в нашей компании, я их называю, люди, которые принимают решения. То есть, которые могут на себя взять ответственность за свои шаги и дальнейшее развитие не своего, как бы, участка, а вообще компании. Ну, я не могу их оценивать. У себя в компании. У себя в компании мы их просто платим на деньги. И я просто вижу, ну, по их шагам. Если что-то будет идти не так, в общем, какой-то ремок. Ну, это же субъективный подход. А можно привести пример уже существующих? Сейчас маркетинг маркетологов выпускают же, правильно? МГУ, ВГУ. Там же есть стандарты. Правильно? А, смотрите. Так, сейчас. Значит, когда мы начали искать стандарты, лично я сама думаю. Вот передо мной стоит гора. Нужно сделать профстандарты по интернет-маркетингу. Я попыталась найти профстандарты маркетологов. Нету. Есть один стандарт, профессиональный стандарт маркетолога, маркетолог по детским товарам. Вот так вот он есть, он существует и все. Больше вот маркетологов, стандарты маркетологов, которые мы могли взять за основу, нет в природе. А почему тогда учат? Почему вас заставляют делать некоторые вещи, которых нету в уже обучаемых специальностях? Дело в том, что обучают по образовательным стандартам. Это разные вещи, смотрите. Это разные вещи. А у Минтурда есть маркетолог? Или в принципе классификации такой нет? Нету. Вот смотрите, есть профессиональный... Специалист по маркетингу, это квалификационный справочник. Там есть такая... Специалист по маркетингу есть профессионального стандарта, вот в том, что мы сейчас работаем. То есть есть профессиональный стандарт, который идет от работодателей. Сейчас вот идет такая возьмя у нас, как бы, ну вот на уровне по профессиональным стандартам, чтобы работодатели, то есть те, которые вот, собственно говоря, нанимают вы, мы вместе, делали вот такие вот стандарты, которые бы давали возможность образовательным учреждениям разрабатывать образовательный стандарт, по которым, собственно говоря, вот этих вот ребят и готовить. То есть фактически вот это Сейчас задача моя, задача нас с вами Выдвинуть некий документ Который бы сказал, ребят, мы вот хотим Вот таких специалистов То есть маркетолога, нету профессионального Нету, профессионального Есть образовательный С вами договорились о том, что интернет-маркет Входит в общий маркетинг Тогда не рано начали про интернет-маркетинг Нам сначала маркетинг Это не моя Это не я То есть это нужно брать Я интернет-человек, я интернет-маркетолог Пока инициативная группа По маркетингу в общей будет собираться Интернет-маркетинг Совершенно верно, спасибо Если говорить про то, что сейчас происходит Именно это сейчас и происходит И при чем здесь будет такая ситуация Кто раньше стал, того и тапки То есть сейчас Мы берем И утверждаем определенный стандарт Почему я сейчас Почему мы говорим, что у нас Собственно говоря, вот такая вот структура Вот этой всей истории Потому что эта структура поможет работодателю Разобраться в той каше Которая действительно сейчас есть То есть когда мы берем и смотрим Тот же самый HeadHunter Работодатель от контент-менеджера хочет все Бедный несчастный контент-менеджер Который должен делать копипасты И вставлять просто определенные вещи на сайт От него хотят все То есть вы почитаете то, что там написано Вакансия То есть все Он и копирайтер Он и системный администратор Он разбирается в SEO Он разбирается в рекламе и так далее То есть цель Наша цель Вот всей инициативной группы Заключается в том, чтобы дать рынку Определенный документ Который хоть как-то бы начал процесс Стандартизации Систематизации того, что сейчас происходит Это первый шаг Куда мы там дальше с вами придем? Ну будем смотреть, куда мы там дальше придем И вот здесь вот я лично сама вот это придумала И я придумала это так Как я развивалась сама в течение последних 13 лет Так как развивалась моя команда И как развивалась в принципе компания В Ассоциации интернет-разработчиков Это некий такой срез стандарта Ну как бы типичной ситуации И вот эти вот знания Которые мы здесь вот выделили И выделили в виде специалиста Я точно знаю, что вот это вот как бы Агентство построенное по этой схеме Будет работать и приносить прибыль С точки зрения работодателя Вам вот интернет-маркетолог тот нужен Который знает вот это все Можно вашей ассоциации в процентном отношении Работодателей сколько? Те, которые в интернет-маркетинге соображают Ну достаточно хорошие У нас порядка... И в работодателе Нет, у нас ассоциация интернет-разработчиков То есть там только агентства Нет, я имею в виду бизнес Классический бизнес Не агентство Бизнес Ассоциации интернет-разработчиков Там их нету Мы берем сейчас Вы делаете не для работодателя Для бизнеса Знаете, я вам хочу привести пример Может быть вот так вот тоже будет объяснено Технологии развиваются И они становятся все более-более сложными И наблюдаются все большее расслоение Вот если даже сейчас мы на секунду Отличемся от темы маркетинга А придем просто к IT ЦИСКА Управление сетью Это такой пласт Это такие сложные знания Это такая сложная тематика Сетевой администратор Вот у вас компания была маленькая Стала компания большая И у вас там 10 удаленных офисов Надо соединить их в единую сеть Вы берете себе системного администратора Сетевого администратора Он приходит Как вы оцените его квалификацию То есть для того, чтобы просто оценить его квалификацию Вы должны знать на уровне Его или выше Правильно? То есть А Но специалист по ЦИСКА Такого уровня стоит совершенно диких денег То есть Либо вы должны сами пройти очень длинный путь этого обучения Либо каким-то образом кому-то это делегировать Что делается в цивилизованном мире Это делегируется либо некому вендору В данном случае американской компании ЦИСКА Которая говорит Окей, мы вас освобождаем То есть мы что делаем? Мы сами его проэкзаменуем Мы свои продукты знаем И мы дадим ему некий сертификат О том, что он подходит вот к такому уровню И вот на таком уровне он может управлять Если ему нужно будет больше уровень Приходи нам на квалификацию Но должен быть некий стандарт Некая отправная точка Необходимого набора знаний, квалификации, экспертизы Вот это есть в IT очень хорошо Это есть у разработчиков Обычных разработчиков Интернет-разработчиков У них есть квалификационный экзамен Даже в России это не очень популярно Например, 80% сайтов в России написано на PHP Есть такая технология Вот спросите у своих разработчиков Ты же программистов или ты же дизайнеров А они проходили квалификацию по PHP? Она есть Называется ZSE Зен-сертифайд инженер На всю Россию, если я не ошибаюсь 300 сертифицированных специалистов На всю Россию Понимаете? Но это уже есть А в маркетинге этого нет И вот Вот где Где сертификация Интернет-маркетинга Интернет-маркетинга Да, я просто пропускаю слово интернет Но мы в данном случае имеем в виду интернет-маркетинг Конечно же, специалисты по рекламе Google, Яндекс Они дают свою сертификацию Есть сертифицированный специалист по Google AdWords Есть сертифицированный специалист по Скажем, по Яндекс.Директу А нет сертифицированного специалиста по Ну, я не хочу слово SEO говорить Это вообще неправильно Сэм Да Пожалуйста, по Сэм По СММ Да? Social Media Marketing Где его брать? И вот как Хорошо, теперь А вам он нужен? Вот сидит Денис И ему нужно развиваться Вот как же за границей Приходит к вам человек Вы говорите Так, ты крутой СММщик? Конечно, крутой А кто ж, ну, извините Посмотрите, меня ФАС-профи А как его проверить? И тут вы говорите А покажи сертификацию Вот, вот Вот к чему Катя вас подводит Так в итоге За границей Смотрите За границей Да, давайте Дело в том, что Нет, это Творец-прокетолога зажагается Нет, классический маркетинг Он предполагает, что Для сегодняшнего дня На стране Что любая компания Ну, не важно, где она работает В онлайн Или в офлайн Она должна Маркетинговые мероприятия Программа Она заработала Сразу в двух этих сферах И там, и там Вот тогда Это эффект Ну, вот бы Это современный инструмент Поэтому все Вузы То есть, нельзя Там Школы Бизнес-школы Они готовят Маркетолог Уже С интернет-знайм Это очень большой У нас, к сожалению Это вообще две разные Да Да Смотрите Я отвечу Я еще хочу ответить На вопрос Вот то, что вы говорили Что мы как бы Разработали под себя Я сейчас Здесь немножко парирую Что мы разработали Не только для себя Мы это разработали И для вас Как для работодателя Который не работает В онлайн-сфере Вот для вас лично Вот если сейчас Я прихожу к вам на работу Я интернет-маркетолог Ну, хорошо, будет С 79-го уровня Да То есть, я знаю Вот это вот все То есть, я взяла слепок Вот я сейчас к вам прихожу Мы поднимали проекты Мы работали по На проценте От прибыли клиента То есть, вот я Лично моя команда Работала Я вот это все Как бы делала В своих проектах Я тоже работаю Как интернет-маркетолог Я делаю слепок С того, что Какие знания мне нужны Вот эти все знания Которые здесь описаны И умения Вот этих вот Вот по этим Четырем направлениям Плюс Вот к этому всему Не просто я Там специалист в СММ Или в рекламе Получила сертификация Сертификация Яндекс.Директа Говорит о том Что я круто знаю Интерфейс Яндекс.Директа На самом деле Или Гугл.Идворца Я понимаю В бизнесе То есть, я понимаю Как бы процессы Которые происходят В бизнесе Я понимаю Что прибыль Это В общем-то Рад чего мы все это затеваем То есть Это Вот это слепок В принципе С того человека Который, если он все это знает Какие-то инструменты Которые позволят вам Как работодателю Оценить То есть, не просто Я знаю Я знаю Я вот сейчас прихожу к вам И говорю Вы там меня видите Первый раз У меня такое вот резюме Я очень прекрасно могу Пописать резюме И я говорю Я и то умею И это умею Да, Катя Да, классно При этом я очень хорошо общаюсь Вы мне поверили Как вы объективно можете оценить Эту ситуацию Никак Поэтому профессиональные сообщества Такие как наши Мы пытаемся сделать Хотя бы какой-то там Я не знаю Сейчас пока ладно Сертификация Это в будущем Сейчас хотя бы Какую-то систему тестов Разработать Которая вам Ну хоть как-то поможет То есть, если он выбил Там 80 очков из 100 Ну, вероятность того Что он не налажает Она увеличивается Если он выбил 30 очков из 100 То есть, некие Сертификационные вещи Мы до них дойдем Через какое-то время Не знаю Год, два, пять лет Ну, в общем, мы идем туда Я иду вообще к этому стандарту Четыре последних года Я долблю везде Давайте учить Давайте сертифицировать Там что угодно Только невозможно Больше Приходя к клиенту Первое, что я делаю Приходя к клиенту Такому профессиональному Которому набил Везде шишки Я отмазываюсь от того Что я вообще не козел То есть, первое такое Да вы все козлы-разработчики И я два года Два часа сижу И говорю Нет, да все нормально Да вот у меня это Вот у меня то Мне это надоело И поэтому мы начали Делать вот это вот дело Пусть лучше Вы, как работодатель Ну, грубо говоря Мучаетесь чуть-чуть больше Но вы найдете специалиста Вы найдете агентство Вы найдете человека Который будет соответствовать Определенным требованиям Вот они прописаны Чтобы потом не было Мучительно больно Вот еще здесь Это боль, которая Четыре года уже со мной Я хочу Никиту попросить Пожалуйста Расскажи, как Ты принимаешь Собственно говоря Людей К себе В компанию Которые будут заниматься Интернет-маркетингом Клиентским Ну, то есть Какие вопросы задаешь Это некие такие Знаете Секретики О том Что спрашивать Как задавать вопросы Где искать Ну, в общем Что делать Вот на этом На этом пустынном поле Я от коллег Услышал Знакомую проблему У нас Компания Она многопрофильная И есть Ну, довольно-таки Много Бизнеса Которые не Касаются интернета Вот И, соответственно По этим направлениям Происходит Ну, так назовем Разговоры Слепого С глухим То есть Со стороны Агентства Условно Да Наше агентство Заходит К потенциальному Да Там Рекламодателю Вот И Их не понимают Вот И с точки зрения Той же самой Разработки Да Тут Самое Сложное Разработки Стандарта Профессионального Мы Постараемся Его разрабатывать На Двух плоскостях То есть Соответственно Есть Интернет-маркетолог Который Находится На стороне Агентства Есть Интернет-маркетолог Который Настой На Условно Работодателя Да Компании Которые Условно Занимаются Там Ну Возьмем Краны Для Нефтеперерабатывающей Компании Да Вот К нему Пришли СММщики Сказали Что Тебе Надо Делать СММ Да Группа Да Группа Фанатов Да Там Нефтегазовых Кранов Ну Реально СММ Работает СММ Как инструмент Он хороший Но Это человек Для сферы Он не понимает Для чего Ему нужен СММ Это модно Это хорошо Да Есть Есть Отличные Кейсы По СММ Стратегиям Там Урал Вагон Завод Да Там Из последнего Очень Прекрасно Хорошо Но Интернет Маркетолог Который Сидит На стороне Работодателя Да На стороне Конечной Компании Тоже Ну Как бы Не всегда Понимает Ну Тут еще Вопрос С точки Зрения Цели Да Постановки Цели То есть Ему говорят Что Ты должен Делать Интернет Маркетинг И Этот Бедный Человек Начинает Бегать По Условно Там Профильным Конференциям И Выискивать Всевозможные Инструменты Хотя Он Даже В принципе По факту Не знает Как они Работают Вот Вот Это Проблема И То же Самое Да Когда Ему Интернет Маркетолог Бесконечное Количество Звонков Веб Студии Компании Да Все Предлагает В принципе Грубо говоря Одно и то же И У него Нет Компетенции На самом Деле Выбрать Выбрать Из Допустим Отличить Хорошую Веб Студию От Плохой Веб Студии Качественную Веб Студию Нет Качественную Веб Студию Да Там Словно Там Одна Из ошибок Там Интернет Маркетолог Он Не понимает Почему Один Сайт Стоит Условно Там 30 тысяч Рублей А И Как бы Профстандарт Поможет С точки зрения Самого Самого Бизнеса Вот Потому что Все таки Ну как бы Как один из моих Клиентов Сказал У вас Беспредельный Рынок Это Действительно Так Да То есть Все понимают То что есть Контекстная Реклама Там Условно Да Все понимают Как ее настроить Но Сертификация Я скажу Что есть Не у всех Агентств И не у всех Специалистов И люди Которые Словно За 10 рублей Настраивают Рекламные Компании Там Очень много Таких Проглажений Сейчас На рынке На что Они живут И Соответственно Сколько Они Время Тратят На Настройку Рекламной Компании То есть Не все Интернет Маркетологи Даже Может Вот такие Вот Есть Да Да И интернет Маркетологов Есть Такой Вопрос Основная Цель То есть Каждый Интернет Маркетолог Должен понимать Что основная Его цель Это Как Увеличение Прибыли И Развитие Соответственно Конверсии Вот Если То есть Интернет Маркетолог Не понимает Этого Соответственно Пока Ну И Соответственно Знание Инструмент То есть Это Либо SEO Продвижение Основная Цель По факту Да Там Сколько Стоит Один Клиент Да Оптимизация Стоимость Клиента Если Интернет Маркетолог Этого Не понимает Соответственно Он Уже Не Имеет Права Работать В Компании Вот Как То Так Я Думаю Ну Многие Из Вас Да Там Здесь Прекрасно Понимаю Что Цель Это Оптимизация Расходов На рекламу И Соответственно Дальнейшее Развитие Бизнеса Вот Это Основные Параметры Этого Обсуждения Обсуждения Помогли Вам Чем Нибудь Нет То Есть Профессиональный Стандарт Я могу Выслать Там Есть Требования Ну Как Знание Умение То Что Он Должен Знать То Что Он Должен Уметь Пока Этот Документ Он В состоянии Сыром Находится То Мы Будем Обсуждать Его Будем Изменять В частности Эту Цель Прошедшим Меня Изменим Добавим Кои Какие еще вещи Вот И Готовы Выслать Вот этот Первый Как я Даже Не знаю Какая-нибудь Бета Версию Теста Для Руководителя По Интернет Маркетингу То есть Тот Человек Который Будет Нанимать Интернет Маркетологов Или Всех Вместе Взятых Для того Чтобы Понять Куда Все Это Идет Если Вы Берете Стандарт И Нужно Если Вам Помочь То есть Нас Сейчас Не Так Много То есть Найдете Меня Скажете Кать Нужна Вакансия Под Интернет Маркетолога Для Такого Бизнеса На Основе Стандарта Готов Помочь Составить Именно Те Навыки Знания Умения Которые Вы Предъявляете К Человеку Ну И В Переписке Или В Разговоре Сказать Где Можно Научить Того Или Иного Человека Тем Или Иным Действием Знанием И так Далее Ну То есть Есть Какие-то Уже Онлайновые Школы Есть Бесплатные Курсы Где Что Послушать Где Что Попробовать И Возможно Есть Соответственно Наработки По Тестовым Заданиям По Различным Управлениям То есть Привести Там Аудит Сайта На Предмет Готовности К поисковому Продвижению Создать Контекстную Рекламную Кампанию Ну В принципе Вот Те Люди Которые Участвуют В РИФе Они Более Менее Их Тоже Можно Назвать Такими Людьми Да То есть Там Дмитрий Сатин Ну Да То есть Понимаете Как Да Ну Вообще Хороший Это Вопрос На Засыпку Да То есть Вот Значит Давайте Так Сейчас Я начну Размышлять Значит Касательно Литературы Я не знаю Литературы На нашем Рынке Которая Была Хорошо Была Написана С точки Зрения Интернет Маркетинга Господин Вирин Да Кто Значит Можно Я Весь Можно Все Буду Кейсами То есть Да Значит По Не буду Говорить Что Это Абсолютно Такое Исследование Специально У меня Было Две Книжки Которые Мне Подарил Краховский И Вася Ткачев Они Классические Они Не Классические Они Подарили Написали Мне Дарственную Надпись Иван Тебе Подарок Они Были Бумажные И Они Дома Долго Лежали У нас Возникла Какая Задача Надо Было Некому Заказчику А можно Литературку Но Это Пожалуй Единственные Книжки Которые У меня Были Потому Что Других Просто Не Было Я Их Две Одно Вы Знаете Отзывы Были Самые Хорошие Поэтому Можно Сказать Привести Пример Это По Крой Киржик Краховский В каждом Из этих Направлений Сео Контекст СМ Можно Выделить Специалистов Которые Уже Собственно Говорят Они Известны На рынке Своей Специализацией Но Они Конечно Соображают В других Местах То Если Говорить Про Сео То есть Есть Ашманов Тот же Самый Он Отошел Конечно Немного Но В принципе Его Там Книги Тоже То есть Соответственно Это Сео Если Говорить Про СММ В СММ Это Дамир Халилов Он Тоже Здесь Я его Сейчас Видела Он Где-то Тут Бегает Вот То есть У него Книжка Это Библия СММ Маркетинга Которая Написана Халиловым Соответственно Он Не Может Все Эти Люди Не Могут Не Разбираться В Других Инструментах Просто У них Есть Определенная Специализация Если Говорить По Контексту И По Соц Медиа По Медийным Рекламам То Там Скорее Есть Агентства Которые В этих Направлениях Более Менее Известны И У них Скорее Всего Есть Специалисты Но Они Такие Не Публичные То Публичных Людей Допустим По Контекстной Рекламе Я Не Знаю Агентство Одного Подруга Это Эра Медиа Они Крупнейших Таких Которые Много Продают Много Делают У меня Девушка Там Просто Коммерческий Директор Моя Подруга Я Знаю Какие У нее Специалисты То же Не Понимать Как Работают Другие Инструменты Просто Здесь Будет Знаете Как Для Работодателя Если Вы Берете Такого Гуру Васю Возьмем Вася Будет Ткачев Собственно Иван Книжку Которую Рекламировал Он Будет Вам Говорит Да Вообще Сео Всех Спасет Ну То 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 Берем Эру Медиа Контекстную Рекламу Всех Спасет Ну Что Вы Это Самый Классный Инструмент И Так Далее То Есть Агентства Которые Называют Агентство Перформанс Маркетинга Это Фишка Новая Она Уже Не Новая Устарела Новая Фишка Это Контент Маркетинг Будьте Внимательны Это Все То Самое Просто По Разному Называется То Перформанс Маркетинг Предполагает Что Вы Используете Все Эти Истории То есть Понимаете У каждого Получается Специализация Какая У каждого Агентства Там Есть Специалисты Которые В этом Понимают И Они Все Равно Будут Жать На То Что Они Делают Лучше Всего Хорошо Это Или Плохо Не Известно То есть Вы Может Достигнете С ним Каких Результатов Но Как Во Маркетинг И Только Методом Математического Тычка Мы Понимаем Что Работает Денег Одному Специалисту Другому Третьему И Все Да Вот Смотрите Как Человеку Хватить Зарплат За то Что Он Другим Распределит Эти Деньги Нет Он Должен Делать Сам Он Должен Делать Сам Вот Мы Сейчас Вот Смотрите Вот То Что Мы Сейчас Обсуждаем Для Работодателя Для Работодателя Мы Обсуждаем Ситуацию Когда Мы Взяли И Себе Специалист Который Может В принципе Какие-то Вещи Делать Сам Да Какие-то Он Дает На Аутсорс Но Он Может Отдавать Не На Аутсорс А Например Говорит Нам Еще Нужно Нанять Такого Специалиста То Я Допустим Приду К вам На Работу Я Говорю Я Интернет Маркетолог Стратегически Но Эти Действия Я Буду Делать Сама А Для Для Этого Действия Мне Нужен Кто-то Еще Мы Либо Его Нанимаем Либо Мы Берем Аутсорс То Мы Все Где-то Заплатим Деньги Либо Нашему Нанятому Человеку Либо Агентству Здесь Вопрос Понимания Общего Процесса Смотрите Если Мы Будем Если Я Представляю Ситуацию Я Вот Сейчас Последнее Время Разрабатываю Стратегию Для клиента Представляю Что У меня Бесконечное Количество Ресурсов И Удовольствие Доставляет Делать Маркетинговые Планы Потому Что Я Себе Позволяю Фантазировать Здесь Начинают Работать Творческие Какие-то Истории Я Сначала Напишу Вот Класс Я Все Представила Как Я Завоюю Весь Мир Собственно Говоря Этим Планом Бесконечными Ресурсами А потом Я Начинаю Собственно Говоря Ну Резать Косты Под те Бюджеты Которые У нас Есть Выбирая Наиболее Эффективные Инструменты Продвижения Если Вы Отдаете Лучшим То есть Я взяла Значит Васю Я взяла Халилова Я взяла Вику Из И вот Вместе Их Свела Кошмар То есть Это Начнется Знаете Кто Лучше Значит Отбивает Бюджеты То есть Они Начнут Друг на Друга Все Состояниями Всеми Управлять И доказывать Им Что они Должны Где-то Подчиняться И здесь Начнется Каша То есть Опять же Мы возвращаемся К вопросу Эффективности Как мы Будем Мерить То есть Один Крутой Второй Крутой Третий Крутой И ничего Не получилось И кто Виноват То есть Это Очень опасно На мой Взгляд Ну Не знаю Может У коллег Какие-то Другие Мнения Потому что Если Мы берем Лучших И они Не в одной Даже не то Что Начнут На себя Тянуть Дело А Начнут Потом Друг на друга Сбрасывать Ответственность Но я могу Привести Реальный Пример Значит Мы Регулярно И постоянно Ведем Ну Короче говоря Мы оказываем Некие услуги Некой Финоорганизации Но у нас Индей Поэтому Я не буду Называть Скажем так Это Очень крупная Финоорганизация На нее Работают Около Пятнадцати По-моему Рекламных Подрядчиков Пятнадцать Пятнадцать Компаний На аутсорсе То есть Это чисто Вот Не аутсорс Называется А субподряд На субподряд Несмотря на то Что Каждому Дается Четко Ограниченный Фронт Работ Есть Определенные Ну Как бы Документы Которые Которые Регламентируют Скажем так То что Они могут Делать Что они Не могут Делать И то Бывает Грозня Причем Грозня Вот За год За этот год Был один Очень серьезный Инцидент Связанный С нарушением Безопасности Банковского Сайта Вот Я могу Привести Пример Так что Отдавать Именно На субподряд Может быть Это и нужно Но А может Быть и нет То есть В каждом Конкретном Случае Это все Решается В отдельности И потом Мы Фактически Смотрите Вот опять же У нас есть Определенный Маркетинговый Канал Вот скажем Там Органический Трафик Это то что Приходит С поисковых Систем Платный Трафик Это рекламный Какой-то Можем его Дробить Можем не Дробить Вот Кому-то Будет Одно Идти Определенное Распределение Кому-то Нет Кому-то Будет Удобнее Посадить Действительно Специалиста В офис И заплатить Ему зарплату Но который Сможет Каким-то Образом Это дело Удержать Разово Настроить Ему Толкнуть Дальше Пошло Но Смысл Заключается В том Что Специалист Должен Уметь Находить Баланс Баланс Между Различными Специализациями Различными То что Их Писано В этом Документе И вот Как раз Действительно На мой взгляд Важность Того Что Той Работы Которую Проделала Аир И Катя Заключается В том Что Они Смогли Вот Как-то Это Ну Не то Что Стандартизировать Но Подвести Определенные Рамки Вот Это Такой Специалист Это Такой Специалист Это Такой Специалист Это Инструменты Но Скажем так Если вам Нравятся Диеты Это Очень Здорово Но Лечить Простуду Диетой Не Очень Хороший Способ Потому Что Требуется Другое Лекарство Как бы Вам Нравились Таблетки Вот Здесь Такая Новая Диета А вот По Всего Есть Какие Работы Вот По поводу Сева У меня Уши Заворачиваются Уже Кажется У меня Сайт По Продаже Сельхозтехники Причем Сделан Обычный Одностраничный Глейдинг Вот По многим Топовым Запросам Без Появлечения Сева Там Зерно Просто По зернометателю Зернометатель Воронеж Он у меня Вышел В топ Первая Вторая Третья Строчка А я бы Например До этого До года Отдал бы Там Сеошнику Каких-то Денег И непонятно То ли Сайт Сам Вышел Давайте Отвечу Значит Ну Мне Сео Немножко Знакомо Да Я 12 лет Проработал Центр Специалистов Гуту Имени Баумана Ведя Курс По Сео Ну Вот И Многие Сеошники Ну И Собственно Наша Компания Скажем Так Она Мы Тоже Загляемся Оптимизацией И Для Нас Это Ну Примерно Половина Нашего Бюджета Ну В смысле Половина Наши Малые Выручки Это Сео Проекты Я К чему Почему Так Я Не Совсем Понимаю Зачем Вы Сюда Вообще Говорите Про Сео Как Про 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 Дельный Маркетинг Сео Дословно Переводится Как Search Engine Optimization Оптимизация Под требования Поисковых Систем То есть Грубо говоря Есть Что-то И Вот Мы Это Что-то Должны Просто Подвести К тому Что Сегодня Нравится Конкретным Поисковым Системам Все Сео Это Почистка Мусора На сайте И Не Более Того Да Есть Миллион Способов Это Сделать Но Когда Мы Говорим Про Сео Сео Не Может Быть Частью Маркетинга Именно Как Процесс Сео Это Процесс Органический Трафик Поисковое Продвижение Это Нечто Большее Более Того Я Могу Вам Сейчас Привести Скажем Примеры Где Сео В Принципе Не Нужно И Вот Краны Да Как Там Краны Да Ну Какое Там Брендинг Нужен Да А Куплю Нефтеперерабатывающий Кран Или Что Он Дешево Дешево Без Регистрации СМС Ну Вот А Вы Говорите Мы Сделали Сайт И Он Вышел В Топ Значит Те Кто Делал Изначально Сделали Достаточно Корректно Вот Сео Специалист Не Вытягивает В топы А Устраняет Ошибки То есть Лучше Как Вот Подождать Что Смотрите Но Может Быть И Второе Назначение Специалиста По Поисковому Маркет По Поисковой Оптимизации Да Заключается В том Что Он Удержит Вас От Ошибки Изначально Изначально Или Не Изначально Да Вот Классический Пример У нас Ну Крупные Заказчики У которых Много Представительств В регионах Они Все Обожают Делать Поддомены Там Казань Точка Там Чегото Там Точка Ру Там Новгород Чегото Там Точка Ру И Прочее Прочее И Как правило Это делают И как правило В каждом Случае Мы стараемся От этого Отговорить Не потому Что это Неправильно Или плохо Потому Что Как правило Это Может Быть То есть Они Чреваты Определенными Проблемами В будущем И Мы Говорим Вот Смотрите Вы Сейчас Это Можете Сделать Но Мы Вас Должны Предупредить Вот Там Возможно Будут Проблемы Вот Конечно Зачастую Но Если Я могу Говорить Только За свою Практику Зачастую Мы Обжегшись На молоке Дуем На воду Но Я могу Вам точно Так же Рассказать Ну Скажем Пять Грустных Историй Когда Сайты Вылетали Просто Вот У нас По натяжным Потолкам На Год 11 Месяцев Нам Понадобилось На Снятие Фильтра Одного Из Наших Клиентов После Неграмотной Работы Якобы Сеошников Вот Этих Видеональных Сеошников Нет Никаких Статьей Они Ну В данном Случай Размытие Семантики Они Нарезали Ей Там 12 Страничек Там Натяжные Потолки Хинки Натяжные Потолки Королев Натяжные Потолки Мытищи Переспамили Так Что И Крутоловьем Поведенческие Факторы Яндекс Наказал Наказал Жестоко Нам На Вывод Сайта То есть Трафик Нулевой На Вывод Этого Сайта Из Под Фильтра Не Продвижение Просто Вывод Из Под Фильтра Мы Потратили 11 Месяцев 11 Месяцев Компания Нам Платила Без Какой Либо Надежды На Будущее То есть Мы Сразу Предупредили Что Мы Не Работаем Бесплатно И Мы Продаем Ни Позиции Ни Трафик Мы Продаем Своё Время И Компания Нам Платила Эти Деньги На Протяжении 11 Месяцев Через 11 Месяцев У нее 1-2 Запроса Стали Приближаться К топу Вот Сейчас Прошло Полтора По Молу Или Два Года Вот У нее Сейчас Уже Достаточно Серьезный Трафик Хороший Трафик То есть Вернули То Что Было Вот Вам История Это Из Практики Наша Злободневная По Поводу SEO SEO Не Может Быть Вот Слушайте внимательно SEO Не Может Быть Стандартизировано По Одной Простой Причине У Вас Там Нет Показателей Эффективности Как Вы Можете Замерить Трафик Позиции Если Между Вами И Сайтом Стоит Неподконтрольная Третья Сторона Поисковая Система Вы Там Не Работаете Что Будет Завтра На Яндексе На Гугле Или Там На Фигле Да Как Он Как Катя Сказал Мы Понятия Не И Они Нас Об Этому Не Уведомляют И Как Алгоритмы Эти Будут Меняться Мы Тоже Не Знаем Мы Можем И Предсказывать С Определенной Долей Вероятности Ну Монетку Басаешь О Скоро Обдает Ну Вот И Все И Теперь Вы Говорите А Давай К Мы К К Зафигачим К Концу Года У Тебя Будет Там В Топе 20 Запросов Ну Да Давай Давай Еще Фингарантии Напишем Давай Ну Вот Вот Это Классический Пример Абсолютно Безграмотного Подхода Специалистов Которых Из 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 Темы Надо Гнать Поганый Микл Поднимите Руки Тех Кто Заработал С Компаниями С Агентствами Которые Готовы Гарантировать Свои Результаты Всем То есть Вопрос Я Резюмирую То есть Когда Вы Выбираете Берете Я Пока Буду Говорить Терминами Ну Привычными Сео Оптимизатора Или Проверяйте Его Если Он Вам Дает Гарантию Чего То Гарантию Выхода В Топ Гарантию Проверить Сработает Или Не Сработает Честно Говорит Я Не Знаю Сработает Или Не Сработает Но Я Приложу Максимум Усилий Для Того Чтобы Улучшить Ситуацию Улучшить Сайт То есть Спопатимизировать Его Под Конкретный Алгоритм Конкретных Машин На Сегодняшний Момент И Буду Изучать Этот Вопрос И Человек Хороший Вот Это Некие 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 Вероятностное Смотреть Насколько Хорошо Работал Данный Конкретный Человек В Прошлом Какие Рекомендации От Предыдущих Клиентов Или От Предыдущих Работодателей И Здесь На мой Взгляд Как Я Для Себя Определила Как Я Набираю Сео Специалист К себе В Компанию Я Определяю Личностные Характеристики Личностные Качества То есть Там Должна Определенная Педантичность Определенный История С враньем Она Вот Прям Очень Как Лакус Моя Бумажка Гарантия Все Никакой Гарантии Быть Не Может Ну Вот Нет Потому Что Поисковые Системы Вот Скажем Так Google Официально Заявляет О 500 Изменениях Алгоритмов В Год Это Получается Два Изменения Алгоритма В День В День Так Вот Дайте Дорвался До микрофона Я хоть Поговорю Катя Очень правильно Сказала По поводу Как нанимать На работу Сео-специалиста Но мы Делаем Проще Сео-специалист Это Search Engine Optimization Специалист По Оптимизации Для Поисковых Систем Поисковые Системы Это Прежде всего Технические Инструменты Вот Он Как минимум Должен Знать И уметь Применять Стандарты Работы Интернета И стандарты Работы Поисковых Систем Мне достаточно Специалисту Задать Два Вопроса Если Он На них Ответит Мы Уже Понимаем Что С ним Можно Разговаривать Дальше Мы Обычно У него Спрашиваем По Стандарту HTTP Какой Камерный Вопрос Ну Вот Просто Ну Грубо говоря Там Как Что Такое Куки Да Как Они По Стандарту Работают Если Он Начинает Плавать Или Говорить Своими Словами Значит Этот Стандарт Который Определяет Работу В обсердном Вот Если Он Говорит РФЦ 2616 О Это Наш Если Он Ну Да Она Типа Есть Ну На Форуме Писали Но Понятно Что Человек Не знает Он Азбуку Знает По Наслышке По Пересказу Да И Второй Вопрос У него Спрашиваем Что О Работе Поисковых Систем Да То 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 Что Гарантированно Описано В инструкциях Руководствах Или Каких-то Документациях Самой Поисковой Системы Да Что Говорит Гугл Про Там Тег Link Will Canonical Ну Вот Это Такой Красивый Тег Все До Свидания Мы Просто Спрашиваем У него Тот Необходимый Минимум Который Ему Необходимо Знать Но Проблема В том Что Я Знаю Этот Минимум А Работодатель Его Знать Необязан И Вот Здесь Наступает Самая Большая Проблема Когда Я работал Специалист В Бауманке У Нас Был Очень Большой Хороший Серьезный Курс По Веб Маркетингу А я Работал В 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 Руководитель Руководство Оно Ставило Задачу Несколько Раз На Моей Памяти Ну Три Наверное Четыре Раза Четыре Попытки Было Точно Сделать Курс Который Называется Веб Маркетинг Для Руководителей То Есть Грубо Говоря Описать Что Это Такое Вот Вы Пришли Да Вы Владельцы Бизнеса Потратили Один Два Три Вечера Три Дня Вам Просто Расскажут Вообще Что Это За Кухня Что Там Внутри Творится Как Разговаривать Со Специалистами Чтобы Они Просто Вас Не Обували И Что Вы Думаете Ну Правда Сейчас Ситуация Изменилась Я Ушел Из Да Я Ушел В Одиннадцатом Десятом Году Из Специалиста Из Волновки Так Вот На Тот Момент Времени Этот Курс Эта Группа Не Центр Компьютерного Обучения Восточной Европы Ни Разу Не Набрался То Есть Не Записался Ни Один Человек Ни Одна Зараза Не Захотела В этом Разобраться Вот Вам Пример Может Сейчас Конечно Я Даю Ложное Что Сейчас Ситуация Изменилась А Вот А вот Второй Пример Сейчас Мне Тефон Будут Отбирать У меня Сейчас Силы Да Вот Второй Пример Значит Ну Волью Судя Я Читаю Сочек Маленький Курсик По Нашей Тематике В Мбей Мбей Это АНХ Примерного Хозяйства Вот Сейчас Ульянов Скидил МГТУ И там Как раз По Интернет Маркетингу Информационной Технологии Интернет Маркетинга Когда Мы Доходим До Темы Поискового Продвижения То Что Вы Называете СЕО Да А Это Руководители То есть Это Владельцы Бизнеса Руководители Бизнеса Вот Скажем Так В четырех Случаях Из пяти Они Начнут Реакция Аудитории Так Знаем Проходили Поехали Дальше Нам Это Не надо Они Уже Обожглись Они Уже Отсловили Вот Этот Вот Кайф Да Работы СЕО Специалистами Вопрос Неужели Неужели Все Специалисты Вот эти Они Такие Плутые Обманщики Которые Только Готовы При кармане Бюджет Почему Пятеро Четыре Из пятерых Вот Нарываются На таких Ответ Очень Простой Да Действительно Рынок Мутный Не Спорить Не будем Но Второе Завышенное Ожидание Заказчика Вот Вот Эта Проблема Вы Как Владельцы Бизнеса Ждете Волшебную Кнопку Бабло Сейчас К нам Придет Из Самых Из Самых Как бы Таких Показательных Случаев У нас Был Такой Когда Мне Человек Мы 17 Вот Я вам Расскажу Это Реальный Клиент Мы Сейчас С ним Работаем Заключили Договор С ним 17 Января 1 Февраля Он Мне Завид Мы Еще Не В Топе Пожалуйста Вот Вам Пример Ну Ладно А то У меня Симкрофон Большое Ожидание Большое Ожидание От Того Что Компании Сео Как раз И Раздувает Большое Ожидание Когда Владелец Ни разу Не старше С интернетом Он Рекламу Смотрит Что Сейчас Придешь И все Будет Хорошо И вот Так Раз Рекламу 2-3 Через Два Года Уже Завышенные Ожидания Когда Приходишь Согласен Это Ошибка Согласен Это Ошибка Большая А вы Рекламу Кроссфита Не слышали Не видели Ни разу Нет Приходи К нам Через Через Две Недели Шварценеггер Не меньше Но Почему-то Им То Вы Понимаете Что Это Как Б При Украшивании Ситуации А на Сеу Мы Готовы Идти Вот В чем Проблема Нет А на самом Деле Проблема Более Глобальная Я тоже Не ругаю Проблема Более Глобальная Проблема Более Глобальная К раз В том Что У вас Нет Понимания Вообще Интернет Поприк Не Ввиду Руководители Бизнеса А теперь Возвращаю Ко мне Вопрос А то И с телефона Дам По поводу Ответственности Кто Допустим Несет За эти Убытки Которые Там Все Продвижения Получается Сдел Это Компания Либо Уже Специалист Я услышал У вас вопрос Можно Расскажу Историю Можно Я люблю Историю Я вообще У меня Все на кейсах Наша Компания Иван Никитин и Партнеры Есть Один из заказчиков Продает Камины И печень И делает Керамику Вручной Работы Мы Ну Так Опустим Техническую Сторону Обрушиваем Ему Сайт Первый Ну Конец Августа Начало Сентября Более Того Наш Отдел Прохлопывает Это И 5 Сентября Это Самое Ужасное Что Могло Случиться Об этом Это Замечает Заказчик То есть Он является Инициатором Проблемы Конечно У нас был Сказать Что у нас был Там разгон Там Там Содом и Гаморра Это ничего не сказать Конечно Это был Инцидент Это был Наверное Это второй Такой Мощный Инцидент За Довольно Продолжительное Время Работы Нашей Компании Ну вот Так вот Соответственно Заказчик Понятное Дело Значит Конечно Крайне Недоволен Нет Мы сейчас Делаем Все Он Сайт Уже Кто Мы уже Втянули В Индекс Втянули В Индекс Я думаю Что через Недельку Другую Мы даже Трафик Уго Остановили Чей Недогляд Разбираться Не стали Но я подозреваю Чего Собственно Все равно Виноваты Мы Мы ведем Зона нашей Ответственности Поэтому Вина наша Мы с ним Постоянно Разговариваем Я не люблю Врать Поэтому Мы ему Написали Из-за Технической Ошибки Ортикальной Фомбулировкой Допущенная Нашими Специалистами А также Несвоевременного Мониторинга И контроля Сайта Мы К сожалению Допустили Выпадение Сайта Из Индекса Поисковой Системы Яндекс Сейчас он Мне звонит И говорит Вот Я реально Мы с ним Разговаривали Как раз Я опаздывал На самолет Сюда Эта история Реальная Она вот Он говорит Вы знаете Вот сейчас Полмесяца У вас Ну понятно Вы меня Обрушили сайт У меня нулевой Трафик У меня все Плохо И так далее Короче Я не буду вам платить Логично Ваша реакция Убыльки У него нет заказов Это Кто Ну вот Может сейчас Меня кидаться Камнями Говорит Что я Жлоб Мы ему сказали Так Сергей Вы можете Вам не платить Но имейте ввиду У нас 20 дней С момента Выставления Счета Если за эти 20 дней От вас То есть Вот сейчас У нас 16 А счет Вам был Выставлен Вовремя Вот 20 В один денег Мы с вами Прерываем Себе Отношения Снимаем Себе Всю ответственность И вы Больше К нам Никогда Не вернитесь Один из Принципов Нашей компании К нам Не возвращаются Поэтому Делайте Вы Сами Почему Я же Из-за вас Поднес Убытки Я говорю Сергей Мы вам Продаем Своё умение Знание И время А не позиции И не трафик И ваши убытки Если вы хотите Чтобы мы считали Ваши убытки Мы должны будем Считать Вашу прибыль И получать Долю От этой прибыли А вы на берегу Договорились об этом Да Договорились У нас Эта договоренность Очень простая Она записана В пункте Который называется Стоимость по договору Который написан По настоящему договору Заказчик Оплачивает исполнителю Такую-то сумму В месяц За проведенную Работу Хорошо А работа Качественная И своевременно Должна проводиться Есть такой пункт В договоре Да Она производится Ну как Она Мы допустили Извините У вас Проводка тоже Может коротнуть И мы Исправим это За свой счет И то что мы На ресурсов На него На исправление ситуации Тратим очень много Это Мы здесь Неких вопросов Платят Восстановление А за то Что за постоянную работу Мы с ним работаем Уже несколько лет Да я наверное Так вот смотрите Значит на самом деле Он услышал Значит я ему Высказал нашу Точку зрения Он ничего не ответил Мы ждем 20 числа Так что вот Так что вот эта история Реальная Но в данном случае Смотрите Вот Да Вот здесь Любой бизнес Я сейчас буду Оправдываться С точки зрения Агентства Вот здесь На примере Моей трагической истории Да Любой бизнес Вы Понятно На стороне Нашего заказчика Потому что Мы ему Обрушили сайт Из-за нашей Халатности Техническая Или ошибка Или еще какая-то От них Никто не застрахован Но Теперь Перечеркивать Всю эту работу Да То есть И говорить Что Вот здесь Мы категорически против Мы вам продаем Наше знание От умения И наше время Я думаю В вашем договоре Среди прочих Там Форсмажорных обстоятельств Если они прописаны Указаны Не Этот Исчерпывающийся Перечень Который касается Эпидемии Безаотии Правильно Знаете Что у нас еще написано У нас там еще Подописано о том Что мы никаким образом Не можем гарантировать Трафик С поисковых систем Мы тоже не лохи Правда Потому что Мы не работаем В поисковых системах Я могу вам наш договор признать Да нет Дело не в этом Дело в подходе Если вы признаете Свою ошибку И говорите Не отмазываясь То за ошибку Вы платили За вашу Заплатил Забральщик Нет Ну а как Если у вас Скажем так Ну вот смотрите Это же не об убытке Я так понимаю Месячная об оплате услуг А месячная оплате услуг Ну а месячная оплатка Если бы он попросил Скажем пересчитать Может быть Я бы еще пошел Но в данном случае Вот понимаете Опять же Мы вам не будем платить Потому что Мы ничего не заработали В таком случае Вы нам будете платить Если вы будете зарабатывать Миллион Речь о другом Пересчитать пропорционально Выпаде Выпаде Десять тысяч в месяц У меня Из-за того Что не много Меня оплатили счет Не оплатили Интернет Телефонию И так далее Ну очень много И продажи Не сработали Один продаж Два дня Короче Суть такая Что Когда мы начали Разбираться Нам директор Тоже сказал За ваши копейки Десять тысяч в месяц Мы не будем с вами работать Я меняю сейчас Эту фирму И я понимаю Что Нет Я ему понятно Это не говорил Да я вам Сотвитил Нет Я имею Подход Ну нам Правда Нам сказали В лицо Но не мне Но я как раз Коммерческий директор Занимался Этим вопросом И вопрос в другом Вопрос в том Что Да У вас есть много И вы потеряете Там не больше Может быть Процент А то и меньше Выручки Ваши ежемесячные Но клиента Ориентированный Подход Который вообще Отсутствует Вороли же точно Это настолько Неосвоенная Ниша И я когда смотрю Вот я вас Знаете как смотрите На самом деле Я понимаю это А в данном случае Значит Здесь такая еще история На самом деле Сейчас оправдаюсь перед вами Один из принципов Нашей компании Он не принципиальный Он так сложилось Мы практически Никогда Не повышаем Клиенту тариф То есть Грубо говоря Вот был некий договорност Некий тариф Вот он идет Несмотря на то Что у нас идет Индексация Там цен И так далее Они продолжают Платить по сторонам На протяжении Очень долгого времени Вот если сейчас Посмотреть Почему я сказал Что это копейки Что имелось ввиду Значит Вот сейчас У него скидка Порядка Семидесяти восьми процентов То есть Он платит нам От меньше Тридцати процентов Реальной стоимости Этой работы То есть Мы с ним работаем Фактически По Себестоимости Но Он Я вам объясню Вот честно говоря Здесь Мы на нем Вот У нас таких клиентов Кстати немного Это очень старые клиенты Которые либо пришли Там Пять, шесть, десять лет назад Да Это было очень важно Пять, шесть лет назад Ну вот Так вот смотрите Либо этот Либо таких клиентов Ну они как-то Мы их держим Что называется Сайты Мы их делали сами Это наши ресурсы И И Нам их проще обслуживать Мы на них ресурса Много не тратим Но их зарабатываем Особо не сильно При этом Простной плиток Да Мы ведем Мы понятно Их как бы держим Вот они у нас есть И когда я вот вам рассказал Вы говорите А что вы не пересчитали ему Но он нам вот эти там Эти копейки Нам вот эти платит Да Их еще пересчитывать Я бухгалтерии заплачу больше за это Вы знаете Я с этим Но Здесь принципиальная была Вот смотрите Но принципиальный был Был такой момент Почему я ему сказал Что Сергей Смотрите Вот у нас Так 20 число От вас нет оплаты Мы разрываем отношения Вот это Принцип такой Простишь Раз Завтра он тебе начнет Что-то еще придумывать В мутной воде Поисковой оптимизации И Там где поисковики У тебя А почему я в гугле Не на первом месте А у тебя там Престанализированный поиск Поэтому нам проще От него отказаться Да неправда Это из-за того Что он платит вам Копейки Именно А если бы у него был Высокий доход От вас Ему Вы бы так ему Никогда не говорили Говорю Голили и лелеяли бы Не пересчитали бы И все бы сделали Иван У нас тема Хорошо Давайте я ответю Сейчас Мы сейчас Секундочку Давайте сейчас Можно я отвечу Про ответственность Что бывает В таких случаях Кто несет за это Все ответственность У нас тоже был Такой случай У нас тоже был Такой случай Мы тоже обрушили сайт Это были наши косяки Мы реально поняли Что это были наши Мы выводили оттуда полгода За бесплатно Потому что это был наш старый клиент Который работал с нами По другим вопросам И так далее То есть да Он тоже там 10 лет с нами Мы ему там делали 2-3 сайта В каждом конкретном случае Каждая конкретная компания Решает на мой взгляд Вопрос этот индивидуально Ответственность за мои ошибки Которые я произвела Вот в этой мутной истории В поисковой оптимизации Все зависит от того Насколько у вас близкие Интимные отношения с клиентом Да К сожалению То есть это вот это Сервисное отношение Сервисная история И так далее То есть И в каждом Мы не можем прописать Это все в договоре Это очень тяжело У меня Их тоже Да То есть У меня был однажды момент Когда я очень сильно Разозлилась вообще на весь мир Я в договор посела Написала Что изменение Алгоритмов и апдейта Поисковых машин Это форс-мажор Я несу за нее ответственность Да Ну то есть на самом деле Просто клиенты Никогда не читают Эти договора И я потом Мне стало стыдно Я убрала эту строчку Сейчас Секундочку Да То есть Ответ на ваш вопрос Про ответственность Мы можем Это с вами договориться На берегу Если мы с вами Действительно совпадаем Здесь Историческая история По ценностям И подходам к ведению бизнеса А все именно такие клиенты Нужны То есть здесь Какой-то такой момент Знаете Когда вы выбираете компанию По поисковой оптимизации Это история По выбору стоматолога История по выбору Автосервиса То есть тогда Когда вы по ценностям Совпадаете То есть у меня Там даже некоторые Есть такие вещи Когда я думаю Как мне психологически Определять тип клиента Для того Чтобы я могла объяснить Потому что меня Не всегда слышат Если мы на разных С вами языках говорим Если мы на берегу А вот об этом договорились Если мы условно понимаем Что мы там На 60 процентов Друг друга понимаем Вот тогда Я готова вместе с вами Впрягаться за мои ошибки Но при этом Если я прихожу к вам И говорю Извините Там вот Леда мебель у нас была Леда мебель Дорогая Мы накосячили За то что мы накосячили Мы готовы вам сделать Новую лендинговую страницу И вести вам бесплатно Контекстную рекламу За то что вы восстановите Этот трафик Который они потеряли За счет того что мы накосячили При этом я могу Вести ее бесплатно Но бюджеты будете оплачивать вы То есть Ну вот мы вместе будем это делать И так как человек Ценностно со мной На одной волне Мы договорились Мы через полгода Вывели из-под фильтра Все стало нормально Все стало хорошо Мы еще контекстом отработали То есть мы дальше продолжаем работать Но если бы ценности не совпадали Мы бы зарубились И такие кейсы у меня тоже есть То есть Ну косячили И началось И так далее То есть Ну не надо Все нормально Выведем Вот здесь вот этот момент Договариваемся на берегу Совпадаем Несем ответственность вместе Но это к сожалению Нетипичная ситуация на рынке Просто я До того как там у меня Появился там сайт Там еще какой-то бизнес Работал мастером-приемщиком Польсвагин И тут очень простая ситуация Как там всегда происходила Если я сам заранее предупредил клиента Что возможен риск Ты готов нести за него ответственность Вместе со мной Вот Вместе со мной Ты готов нести ответственность Он говорит Да я готов Допустим мы снимаем обшивку И возможно что-то сломается Ты готов вместе с нами разделить Он говорит Да готов А если я ему это не озвучил То это мои проблемы А не проблемы клиента Который ко мне пришел Совершенно верно Здесь нет вообще никаких вопросов Мы должны договориться Да то что да То что опять же я должен Объяснить о всех всех рисках Потому что клиент не знает Он не понимает Совершенно верно Да Вот это должно быть Это в том числе проверка Какого села оптимизатора Или компании брать Если вам это объясняют То есть там вас заставили почитать Вас заставили послушать Вас заставили что-то объяснили Это тоже один из факторов От того что люди нормальные Ну условно нормальные То есть понятие нормальности Опять же да Опять же если я сам промолчал Я там выходил в свой карман Покупал какую-то деталь Потому что клиент не виноват В дополнение Маленький момент Тут Катя говорит Что мы Я разозлилась И писала договоры По изменению поисковиков У нас это в договоре По дефолту Изначально Я в одном Всем наш шаблон договора Присылать Какать это будет полезно Ну вот да У нас это в договоре Прописано Как форс-мажор Более того По поводу С изначально договорились Поскольку Ну как бы на рынке Не первый год У нас Обязательно При заключении договора Если я его Заключаю Ну как бы я его подписываю Это с клиентом лично Я его вслух читаю И объясняю каждый пункт Это обязательное условие И в том числе Там было Там вот это условие То что извини Если что-то с поисковиками происходит Да То вот это Мы не можем Никаким образом Тебе стопроцентно гарантировать Мы это проговариваем Словами На берегу А то что Здесь Вот это Вот эта ситуация То что вы говорите Да То что Из-за нашей вины Сайт немножко обрушился В поиске Да Да Значит Здесь просто был Принципиальный вопрос Мы всегда требуем Оплату за свою работу Все По поводу то что Вот там он оплатит Там какие-то копейки Значит точно так же Мы отказались От довольно Прибыльного проекта Ван Данэш Нолтур Это Туркомпания На уровне Тесту Там Великанал Но я Не хочу сейчас Вдаваться в проблемы Неоплата То есть Принципиальная Неоплата копеечки Можно вопрос? Давайте Простите Простите А вот Вы говорили Пишите Что в форс-мажор А вот Наступил форс-мажор И Выглядит Что вот Наступил Там Отдейт Или санкции Да А он говорит Докажи Элементарно У нас есть Мониторинг У нас есть Официальное Представительство Яндекса У нас есть Собственно Обращение В саму поддержку Яндекса Яндекс официально Вам отвечает Что бы Вы зашли Санкции Какие-то Да А вы никогда Не писали В техподдержку Яндекса К Платону Щукину Ваш сайт Сейчас нарушает Наши требования И прочее Но это Если бы было Именно изменение Алгоритма А так Он вам отвечает Примерно Следующее Кстати Яндекс При изменении Поискового индекса Он присылает Письмо Вообще-то Вебмастере Поисковый индекс Был изменен Топвизор Об этом предупреждает Такого-то числа Было изменение В такой-то тематике На столько-то процентов Это все есть Он пишет Основные вещи А такие Как там Афилиаты Он вообще Не признает Если Если возникает Такой вопрос Пишите в техподдержку Яндекса Про афилиаты Вот у меня сейчас Задача висит Я сегодня буду Ее вечером Наверное решать Они кстати Очень Они подтверждают Афилиаты Да Сейчас открою компьютер Покажу вам Это Покажу вам Ответ Яндекса Наш трой Мы идем В эти самые Клуары Клуары Все Спасибо большое Что пришли Очень полезно Спасибо всем Кто в онлайне Тоже Спасибо Спасибо Спасибо